Одним из партнеров Магаданского туристического клуба уже много лет является турфирма Каюр Тревел. За годы совместной работы проведено значительное количество походов, поездок и сплавов, но один сплав сильно отличался от остальных, несмотря на то, что он был тренировочным. По инициативе туристической компании на сплав был приглашен магаданец, имеющий инвалидность. Зачем пригласили Александра Соколовского и как прошел сплав вечернему магадану рассказал специалист по туризму Виктория Бельгер. Ну это у нас был не коммерческий сплав, мы готовили гидов, это было практическое занятие на воде, у нас было на том сплаве 4 новых гида и это был дневной сплав без значевки. Утром заехали в поселок Клепка, с Плеса начали сплав и закончили его. Примерно в том же районе длительность сплава составила примерно 6 часов, продолжительность около 20 километров. Это был самый простой сплав. Идея пригласить Александра Соколовского магаданского поэта и фотографа родилась спонтанно. Виктория Бельгер и Артур Федоров знали Александра много лет, поэтому предложение отправиться на сплав вместе было своего рода дружеским подарком. Ну во-первых, с Александром мы дружим и хотелось доставить удовольствие. Тем более я знаю, что для него это интересно, он любит фотографировать и в общем это был для него такой сюрприз, подарок и мы очень рады, что доставили ему удовольствие. Александр тоже поделился с вечерним магаданом своими впечатлениями от сплава первого в его жизни. Ну идея пришла-то не мне. Мне позвонила Виктория из Кайор Тровол и предложила, что у них там организуется сплав, это служебный у них так был сплав, вот их команда, и предложила, говорит, есть место, есть желание съездить. С учетом того, что я большую часть времени провожу в четырех стенах, ну вот последнее время это вот летом сейчас я стал выбираться, конечно я согласился. Ну правда я там на некоторых вещах просто не подумал. Конечно я там и с утра и принял лекарства, которые у меня положено, что я там каждый день потребляю все это еще, ну плюс бессонница, главное и более я все это загрузился лекарствами, ну и поехал. Даже дорога к стартовой точке сплава Александру далась непросто. По его воспоминаниям, ему пришлось снова принимать лекарства и отдыхать. Пролетела даже мысль, не зря ли я поехал. Но этот момент совпал с организационным приготовлением специалистов и Skyur Travel к началу сплава, поэтому не сорвало планы всей команды. Ну ничего, спасибо Артуру, да всем спасибо. Вот они там готовили лодки, снаряжение, там вот сапогу я, потому что я не хожу сапог, зачем мне нужны сапоги, сапоги мне дали все это. Вот помогли погрузиться в лодку, я там удобно расположился, в принципе полусидя, полулежа, с фотоаппаратом в руках, вот я был таким пассажиром-туристом, да, с ограниченными возможностями физическим, но не с ограниченным желанием посмотреть все вокруг и, конечно, сфотографировать. Главный вывод, который можно сделать из рассказанной Александром Соколовским и сотрудниками Skyur Travel истории об этом особом сплаве, что даже относительно рискованный туризм на Колыме может быть доступным для инвалидов. Все, что требуется, это активная позиция самих людей с особенностями здоровья и желание помочь у субъектов туристической отрасли. Субтитры создавал DimaTorzok